Привет всем! Очередной гость у меня в гостях. Познакомился я с ним случайно. Мне нужно было писать статью для журнала Афиша. И я сделал такой набор совершенно разных гидов, от неформальных до формальных. И вот мне порекомендовали... Я даже не помню, кто мне порекомендовал. Это было давно. Это было давно. Я попал на экскурсию, которую наш дорогой гость проводил в Павловск. Надо сказать, что я, конечно, поразился. На самом деле. Очень приятно. Ну, как бы выбор такого гида всегда кот в мешке. Но в данном случае мне очень сильно повезло. А потом вдруг случайно выяснилось, что наш уважаемый гость и никто иной, как учитель истории моего замечательного друга Егора Яковлева. О, Господи! Боже мой! Егорушка! Да, Егорушка! Егорушка! И вот такие бывают, понимаете ли, переплетения судеб. Ну, для начала представьтесь. Здравствуйте, господа! Тимофей Жратовский. Ну, вы можете спокойно сидеть, да. Да, я даже могу сидеть спокойно. Иваныч, если угодно. Вот видите, как я зарос? Это из-за самоизоляции. Да, правда, я работал в школе. Егор Яковлев был, насколько я помню, в 10-м Б-классе. Да, потом в 11-м Б-классе. Очень талантливый, очень интересный, поэт интересный. Но это было начало 90-х. Тогда я учился в аспирантуре, вот поэтому в школе работал. С удовольствием это вспоминаю. Да, ну, а сейчас я преподаю в Академии художеств в истории искусства Древнего Востока. И в 90-е же годы стал водить экскурсии. То есть, давно-давно я их начал водить. У нас в свое время в историко-литературной школе была практика. Там я их водил в 82-м году. То есть, я их вожу с 82-го года. И практически до самоизоляции не было месяца, когда бы я не провел десяток экскурсий. Так что долго. А как вы, вот на самом деле, раз вы начали еще в 80-х, расскажите, как, ну, все же поменялось? Да, не совсем. Я имею в виду, ну, например, лицо туриста. Поменялось, нет? Да, лицо туриста. Лицо осталось прежним. Морд появилось очень много. Лица такие же. А морды, они, да, они постоянно разнообразные. А лицо такое же. Лицо туриста очень приятное, любознательное, очень живое, очень общительное, не зашоренное. Морд, да, они есть. Я одну пьесу написал, там в финале такого вот туриста, не с лицом, а с мордой, переезжает трактор, помнится, в районе царского села и на внутренностях буксует. Может быть, жестоко, но зато от души. То есть, опишите собирательный образ морды. А, это очень просто. Морда, она хорошо представлена. Ну, вот, я начал так злобно. Во-первых, сразу же хочу сказать, что морда – это не очень характерно. Морда хорошо представлена на нескольких маршрутах. В самой полной степени на первом месте – это Петергоф, на втором месте – Царское село. Зачастую люди, которые становятся мордами, в этом и не виноваты. Они, ну, процентов, наверное, в 90 случаев всего лишь жертвы своей культурной программы. Вот они приезжают в город. Как правило, это большая группа. И у них насыщенная программа. В течение суток они смотрят городские достопримечательности. Потом их заставляют идти в какой-нибудь музей. Не все люди к этому предрасположены. Но, к сожалению, традиции культпохода остались. И потом они едут за город. Вот перед поездкой за город у них в течение двух дней страдавших разнообразными формами воздержания, в первую очередь это алкогольное воздержание, душа загорается. Они этот огонь тушат активно. Это, во-первых, пиво, во-вторых, что покрепче. Вот с этого места, так сказать, начинается морда. В ином состоянии этот человек никуда бы не поехал. И таких большинство. Кроме того, появились, особенно в 90-е годы, с удовольствием констатируется, что если сейчас их меньше, меньше, ну, мелкие предприниматели, которые где-нибудь, может быть, весьма и весьма значимы в каких-то своих масштабах, в 90-е годы их было много, они пытались грубо вести себя и в других местах. Да, это раздражает, но сейчас я подумал, подумал и все-таки пришел к выводу, что это не лейтмотив сегодняшнего туриста. А вообще турист – это, как правило, любознательный человек, профессионально не занимающийся историей или историей искусства. Но, тем не менее, человек с достаточно развитым интеллектом, чтобы всем этим интересоваться. Ведь ужасно интересно, как вы помните, все то, что неизвестно. Вот он приезжает, он задает вопросы. Иногда вопросы глуповатые, ни в коем случае не стоит смеяться. Иногда вопросы очень умные. Но главное, что он не стесняется. Да, не стесняется. Это же главное. Ни в коем случае. Вот, вы спросили об отличиях, в 90-е годы появилось радикальное отличие от 80-х. Я же все лето 84-го года, например, проработал экскурсоводом в лицее. Там была достаточно однородная социальная среда. В 90-е годы появилось довольно большое число желающих подчеркнуть свое имущественное или, может быть, общественное в связи с какими-то властными полномочиями положение. То есть, люди настаивали... То есть, то, что по-простому называется понты. Ну, да, понты, если угодно. Люди настаивали на каком-то превосходстве. В каком-то специальном соотношении. Пытались. Пытались. Это довольно редко приносило им удовлетворение. Чаще наоборот. Потом, начиная с года 2005-го, этого стало оставаться все меньше и меньше. Рынок, в конечном счете, приспособился. Я помню, был у меня забавный случай. Может быть, не может быть... Да, забавный случай. Это наш хлеб. Сверх забавный. 1900, а нет, уже 2000-й год, приезжает небольшая группа из Москвы, очень милые люди. Не буду называть по именам, но, в общем, связанная со строительством больших зданий и с большими капиталами. Они приезжают неожиданно. Они образованные, они воспитанные. Тем не менее, это 2000-й год, они селятся в Невском паласе. Соответственно, мне нужно спешно найти какой-нибудь транспорт. Опять же, они приехали неожиданно, но у них есть возможность приехать неожиданно. Помнится, когда перед этим они приехали неожиданно, я нашел транспорт с водителем, который, по-моему, не спал перед этим очень долго, но, услышав от них несколько слов, он взбодрился. А на прощание он улыбался так, что все сияло. Но здесь даже этого не было, был жуткий наплыв. Но в окрестностях Петербурга, где-то за Царским селом, у знакомого, знакомого и еще одного знакомого, оказался коллекционный автобус. Этот автобус, скажется, Лиас, в общем, когда я был мал, они еще ездили по улицам. Такой автобус показывается в фильме «Напарник». Помните? Да, конечно. Это был шикарный автобус, в котором были кожаные кресла, и более того, в нем была касса, туда можно было опускать пятачки и отрывать билетики, и билетики там тоже были. Он стоял как коллекционный экземпляр. Я заказал этот автобус. Он подъехал с шиком к Невскому палацу. Это имело невероятное поблизости. Народ фотографировал, просили сфотографироваться в дверях. Наша компания туда уселась, человек 10. Затем мы отправились в Пенаты, как и собирались. Затем заехали к Ахматово, на Комаровское кладбище. Это был полный восторг. А что касается гонорара, они весьма вежливо прощались с водителем и сказали, что они за билеты заплатили. Они бросали туда что-то, что водитель не знал, и отрывали билеты. Водитель был человек с фантазией. Все-таки человек без фантазии не будет коллекционировать такие автобусы. И доверился. Так вот, в среднем они бросали туда по 100 долларов. И отрывали билетик. Вот, по-моему, забавная история с замечательным финалом. 900 долларов, в общем, поездка себя окупила. Не знаю, где сейчас этот автобус. Мягко говоря, вы, когда начинали водить экскурсии, у вас... Как тогда обстоял процесс? Вы просто пришли и сказали, я хочу быть экскурсоводом, или вам нужно было сдавать какие-то экзамены, или как? Нет, все чрезвычайно просто. Вот сейчас, да, если позволите, я, так сказать, перейду к предоставанию в серьезном тоне. Сейчас имеется колоссальное количество всевозможных курсов, всевозможных школ, где экскурсоводов учат. Убеждая их, что после этого они будут много зарабатывать. Вот, к примеру, есть школа у Лурье, которая одновременно директор 610 гигнатий. Там интересное обстоятельство, во всяком случае, в аннотации там написано, что каждый слушатель этих курсов может бесплатно задать два вопроса в течение курса. Остальные вопросы стоят две тысячи штучка. Я не знал этого. Да, это забавно, почитайте. Там очень много совершенно неожиданных моментов. Среди курсов, которые сейчас предлагаются, никаких более или менее дельных я не ношу. А по каким, извините, я перебью, критериям нужно оценивать курсы? Вот человек решил стать экскурсоводом или гидом. То есть, как он должен подойти к анализу того, что ему предлагается? Прекрасный вопрос и очень конкретно отвечу. Во-первых, должна быть тема, на которой человек будет практиковаться. Одна тема. Затем, когда он овладел этой темой, он может расширять круг тем сколько угодно. Практика должна быть серьезной и проходить в присутствии тех, у кого есть какой-то опыт. Что касается моего примера, здесь мне когда-то повезло. Но, во-первых, должно быть призвание. Первую экскурсию я провел, это я помню, было очень давно. Это было самое первое. Это было в 1975 году. Я родился только в этот год. Мне было тогда 7 лет. Это было в Павловске. Мы гуляли с бабушкой, с ее тетей. Эмма Янлазда ее звали. Она, кстати, была у Ульянова, которой Ленин. Фигуру эту я ненавижу, тем не менее. Она была у него переводчицей. Я жила в Павловске в доме старых большинства. То есть вы Ленина не очень любите? Да, ненавижу. Это безапелляционное чудовище. Нерон, калликула, вот такое. Но речь не об этом. Во всяком случае, кстати, его имею в виду, иностранных языков Ульянов не знал. Не знал? Конечно. Когда он жил в Ранье, Лаша, когда он жил в Обскове, он брал уроки у патчмейстера. Хотел бы учить немецкий. И был изгнан за низкую успеваемость. Но он же, а как он тогда в эмиграции существовал? Там в Париже, в том же стране? Ну, он в русской среде вращался. Ну, немножко. Гиббин замербит, как же она, Маш Пассежур. Вероятно, это он мог. Пломбированный вагон, там, и прочее. Нет, нет. Ужасный персонаж. Вот тетя моей бабушки, она была у него переводчицей, собственно. Да, да, работала. А в Павловске она жила в доме старых большевиков. Потом она потеряла партбилет в 20-е годы, в 29-м, когда начались... А старых большевиков же, общество старых большевиков, общество политкоторжан, сын, определение... Она потеряла партбилет в 29-м году. Ее исключили из партии из-за потери партбилета. Поэтому в этих процессах она уже не принимала участие. А, и это ее спасло. Она специально потеряла партбилет. И затем работала тихо, мирно, незлобливо библиотекарем в Академии наук. Да, да, да. Просто-напросто. А восстановили ее в партии в 57-м году, когда все прошло. Ну, так вот. Но это так, к слову. И некая дама, я уж не помню, какого возраста, я помню, что она была с детьми школьниками, стала спрашивать Ему Яновну про скульптуру флоры на 12-ти дорожках. Она мне говорит, вот, может быть, ты мне расскажешь, я же тебе рассказывала. Она прекрасно знала мифологию, в конце концов, она в цирке в университете училась. Так что, в общем, довольно образованная. Я стал рассказывать, потом увлекся, и я водил эту семью. Где-то часа полтора по Павловску. К восторгу моей бабушки, к восторгу моей бабушки и Эмме Яновны. Извините, но вам было 7 лет, отсюда логичный вопрос. А вы-то откуда эту информацию черпали? К 7 годам. Спасибо бабушке, спасибо Эмме Яновне. Да, им большое спасибо. Но любимая книжка была, помните, легенда имев и древних 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 древних. Да, да, конечно. И было много других источников. Потом Павловск. Может быть, кто-то из слушателей помнит, кто вас старше, наверное, помнит, вегетарианскую вполне пору советского периода, то есть под закат, давались такие путевки, так называемые профсоюзные путевки на день в Царское село, в Павловск, в Петербург, в Вороненбаум. Она стоила такая путевка 6 рублей, это было очень дорого, но можно было ее получить через профсоюз, это стоило 90 копеек. И посредством этой путевки вы получали возможность бродить по всему дворцу, например, приезжая с бабушкой поутру в Павловск, я там ходил часа 3 по дворцу. Просто очень красиво, понимаете, еда и все прочее. Друзья мои, я только сейчас заметил, что я так сижу, когда... Да, пожалуйста. Не, я просто встречал, когда накинул рубашку. Я не обратил внимания. Не, ну просто зрители, они очень внимательны, они сразу же напишут себе это. Ну, пускай, вот, может быть, это в какой-то степени призвание, потому что в средней школе будущей я тоже многое рассказывал. Да, так вот, в чем повезло. А потом у нас была историко-литературная школа, 27-я, там было 10 литератур в неделю, 5 историй, другие предметы они как-то не давались, вот, если слушатели... А вы сразу поняли, что вы будете гуманитарием? Хотите, я прочту маленький стишок? Он написан... Ради Бога. Вот очень давно, я даже не стесняюсь. Нет, давайте, давайте, давайте. Он написан в 1978 году, мне было уже 10 лет. Ага. Ради Бога. Да, это было так. Ну, не знаю, с какого возраста, но когда мне было 11 лет, я в школе заявил, что... Кстати, Егор, если ты будешь слушать, там, наверное, живо учителя, который это помнит, Антонина Павловна, точно. Я ей заявил, я уже в 4-м классе, и мне нет нужды заниматься математикой. Можешь убедиться, у меня по математике было стабильное два, в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м классе, а также по физике, химии, по ее биологии. Ну, понятно, ну, по всем тем предметам, которые не относятся к математике. Да, 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 абсолютно не нужны. Ну, зачем тратить время? Так вот, вернемся к 27-й школе. И там был, ну, как, помните, может быть, в советское время была профориентация. Да, 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 конечно, профориентация. Да, 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 и там был курс или библиотечного работника, или архивного работника, или музейного работника-экскурсовода. Вот, полностью этот курс я там прошел. Он был местами жестковат, и местами... А в чем была его жесткость? Зануден, но весьма полезен. Некоторые моменты, скажем, там темой для курса, вот, который я выбрал, курс элементарный, это лицей, была, естественно, пушкинская эпоха. Некоторые моменты в это время мне были чрезвычайно неинтересны. Потом, имейте в виду, это советское время, то есть там был еще и некоторый официоз, хотя очень мало. А вот, извините, вопрос, который я не могу задать. Конечно, конечно. Вот мы, когда учились в школе, нам Пушкин представлялся, не только Пушкин, но вообще... О, кстати, смотрите-ка, у меня чашка с Пушкиным. Только что-то сейчас заметил. Причем у вас в редакции Тепренского. Да-да-да. И Стропинин, он более романтичный. Ну, это была такая, знаете, икона на постаменте. А потом, когда я повзрослел и начал читать письма «У Дженни», ряд воспоминаний. Вдруг повисано, что Пушкин на самом деле был абсолютно живой человек. Он любил женщин, вино, все такое. Да, все нормально в том числе. Да, и так далее, и так далее. Вот вопросы-то с этим связаны. Меня, например, иногда обвиняют, что когда я начинаю рассказывать про какие-то качества того или иного нашего классика, причем в стремлении показать, что он был, например, мужик. Не сухая мумия, а мужик. Меня обвиняют в том, что я лью грязь на нашего святого поэта, на солнце русской поэзии. Как вообще так можно? Вот как бы вы с этим сталкивались вообще? Нет, правда не может быть грязью. В том-то и дело. Лить грязь – это лгать. Да, вот я и пытаюсь объяснить. Делать из живого того же Пушкина икону – это совершенно безумно. Если бы он на самом деле был таким истуканом, в какого его пытаются превратить уже 200 лет почти… Он бы не написал всего того, что он написал. Он бы этого, разумеется, не написал. Он бы чрезвычайно живой, чрезвычайно свободный. И все это, как ни странно, становится очевидным, когда занимаешься даже всякой ахенией. То есть нужно было подготовиться к экскурсии. А там могли бы задать какой-нибудь дурацкий вопрос. Могли бы задать вопрос, откуда происходит Бенкендорф. Ну, методисты очень любят такие вопросы. Да, из какого места, в какой из нынешних республик, теперь независимых странах, была Прибалтика, происходят предки Кюхельбекера. В принципе, это знать совсем не обязательно. Но человек, который всем этим не интересуется, не может интересно рассказать и главное. И затем, и вторая жесткость, нужно было успеть провести экскурсию по музею в определенное время. Меньше нельзя, больше нельзя. А, то есть строго. Это очень важно. И это довольно быстро нарабатывается. Так прошло лето, половина лет прошла, потом в экспедицию археологическую ехал в 84-го года. Вот это была очень хорошая школа. Затем в Академии художеств тоже была экскурсовическая практика. То есть я искусствовед по образованию. Но поскольку, опять же, после окончания Академии художеств, еще по советской традиции, нужно было обеспечить какой-то работой, то в моем дипломе значатся профессии, которые я освоил. Я могу быть методистом, могу быть преподавателем МХК и могу водить экскурсии. То есть двойное экскурсовическое образование, оно весьма полезно. Вопрос такой, по какой методе вообще, как вы... Ну то есть есть массив информации, огромный, но экскурсия – это вещь, ограниченная во времени. Соответственно, вам надо из этого массива выбрать все самое... Это очень просто. Это очень просто. Вот, к примеру, недалеко, как 5 июля. Приездит ко мне некоторое количество знакомых из другого города. Извините, я прошу прощения за эти звуки, потому что жалко у нас уже открыто. Да, да, да. Как вы услышали, что я нарушаю самоизоляцию, уже едут с наручниками из другого города. И они хотят, 5 июля, они хотят, очень хорошие люди, получше узнать петербургский модерн. Остальное зависит исключительно от меня. У меня 3 часа времени. Экскурсия будет исключительно пешая. Оно и понятно, как нам по петроградской стороне ездить. Если бы была пролетка, тогда можно было бы допустить. Но только пролетка. Вот, дальше. Когда человек или люди чем-то интересуются, то, что тебе интересно, естественно, оно, то, что интересно, в первую очередь всплывает в сознании. Если что-то неинтересно, об этом можно не говорить. Если это не интересует рассказчика, слушатели этим тоже не заинтересуются. Ну, это вот основной принцип, который декорирует, что то, что интересно тебе, то и рассказывает. Да, совершенно верно. На 100%. Это, во-первых, потом. Интерес должен быть серьезным. Вот в этом смысле, Павел, вы журналист. Ну, я журналист, главный редактор, вообще столяр по первому образованию. Нет, нет, в этом смысле, извините ради бога, но вот к журналистам не то, что претензии. Нет, вы выставляете претензии, потому что у меня к журналистам тоже есть претензии. Весьма общительные люди, я их очень люблю, с ними всегда приятно поговорить. Не все, к сожалению, медицинские люди. Весьма общительные. Ну, да, я не говорю о политике, весьма общительные. Ну, вот скажешь что-нибудь журналисту, отлично, говоришь подробнее, в детали. А детали уже неинтересно, вот другое, другое. Поверхностность, ну, в экскурсии она умная. Сознание у них такое, потому что им надо все схватить по верхам, потому что они тоже так же тексты пишут. Таков характер профессии и таков характер человека. Это вполне допустимо. Как-то меня попросил один весьма известный журналист, не буду говорить, вкратце рассказать про летний сад, ему нужно было. Я говорю, сколько тебе нужно, мой ровесник, ну, за 20 минут можешь? Давай я расскажу тебе за 20 минут. Он говорит, круто, так здорово. Вот, больше не нужно, это правильно. Ну, а здесь едут люди три часа смотреть петербургский модерн. Конечно. Слушайте, такой тогда вопрос, вот очень прямо в кассу. Ведь сейчас время изменилось, сейчас действительно время малых форматов. Безусловно. Сейчас там все любят короткие тексты, короткие видео. Не все. Ну, я имею в виду в массе своей. Ну, это да. Да, в массе своей. Естественно, не все. Я всегда говорю, когда все, я подразумеваю, что есть, конечно, погрешность большинства. И в этой связи, конечно же, вот к вопросу 20 минут про летний сад. Да. Куча видео в интернете, там история Древнего Рима за 20 минут. Да, да, да. Можно очень интересное сделать. Но вы как к этому относитесь? То есть, как вы эту тенденцию принимаете? А, как это Вальтер сказал, хорош любой жанр, кроме скучного. Если это сделано хорошо, вот скажем, вы, наверное, видели такие короткие мультфильмы, «История Латвии», «Заденственная история». Если это сделано хорошо, если это сделано остроумно, флаг в руки – отлично. Если это сделано плохо, тогда это никуда не годится. Короткий формат сделать – хорошо, остроумно, от начала до конца выдержать – это большое искусство. Длинный формат сделать таким же – это куда больше искусства. Серьезно. Вот дальше это может начать утомлять. Поэтому нужно выдержать рассказ так, чтобы он не утомлял. Вот пойдемте в Петергоф. Петергоф сейчас не работает, когда там много народу, находиться совершенно невозможно. Тем не менее... А летом там всегда много. Да, ну не всегда. Есть отдельные-отдельные моменты. Вот почему он не утомляет даже при Тауте? Вот смотрите, мы спускаемся к большому каскаду. Большой каскад поражает, и публика столбенеет. Сейчас так уже не говорят. Офигевает хорошо от этого роскошества. Дальше никаких грандиозностей, кроме аллеи и фонтанов. Потом маленький мостик над каналом, над аллеей. И опять грандиозная панорама. После этого, если правильно идти по парку, можно прийти к фонтану Тритон. Там крошечная камерная композиция. Там все маленькое, там все изящное. Зритель устал от этой грандиозности, и он отдыхает. Затем драконова гора, шарменная. Все грандиозно. Затем опять маленькие одинокие елочки. Можно уйти к пирамиде. Пирамида маленькая, дальше большое солнце, дальше моноплезир с морским пейзажем. Фонтаны на некоторое время пропадают. Дальше Адам, и мы возвращаемся, скажем, к Большому дворцу через грандиозность, которую видели, но по которой соскучились. Это не случайно. Это замысел, это Леблон так придумал. Рассказ тоже нужно строить соответствующим образом. Потому что если громоздить, то это будет свалка. Бывали ли у вас случаи, у меня просто такое бывало иногда, ну я не знаю, приводишь людей в Эрмитаж. И тут ты понимаешь, что им реально бесполезно рассказывать, потому что что Караваджо, что Рембрандт для них все едино. И вот как вы в этих случаях поступаете? Я могу ответить коротко, могу ответить пространно. Ну давайте коротко, потому что хочется еще о многом поговорить. В Эрмитаже... Я не говорю про Эрмитаж, я говорю вообще в принципе. Экскурсии вводят исключительно сотрудники музея. Я дважды, нет, четырежды, что вообще-то официально получал приглашение там провести экскурсию. Я со своими студентами занимаюсь в Эрмитаже, но это совсем другое. Студенты – это студенты. Что касается других материалов, вот в 1997 году я ушел из школы и стал вводить экскурсии день и ночь в огромном количестве. Вы представляете, сколько платили в школе? Ну в 90-е годы, понятно, надо было зарабатывать деньги. Я был аспирантом Академии художеств. Кроме того, в общем, когда меня заплатили в школе отпускные, их хватило ровно на кеды. Кеды были сделаны в Индонезии. И они не выдерживали высоких температур, при этом начинало страшно вонять. От них оказалось, что от меня. Вот я был этим шокирован. И после этого это, конечно, Господь подарил. Вот Егор, как же, ты, кажется, всегда был религиозным человеком. Это безбожник Ульянова. Давайте проедем Егора и безбожник Ульянова. Да, иду я по Невскому проспекту, и тут слушал овца туристов. Думаю, не нужен ли им экскурсовод. 1997 год. У меня родился второй ребенок, сейчас у меня трое. Но они уже большие. Родился второй ребенок, зубы постепенно выпадают, и я полагаю, что это организм их отторгает. Ну, потому что не нужны, как бы есть ничего, он их отторгает. Ну, это не всерьез говорит. Вот, и думаю, что же делать. И зов ловца туристов. И тут меня осеняет, конечно, Господне благорасположение. Думаю, вдруг ему экскурсовод нужен. Прихожу, подхожу, вернее, к одному из киосков у Думской баши. Нужен ли экскурсовод? Говорят, нет, есть. Я делаю полшага назад, кричат, да, да, да. Подходит экскурсовод. Он где-то утолял жажду и так утолил, что теперь уже нужен. Вот, он, так сказать, с большой амплитудой. Вот, я усаживаюсь в автобус. Какая тема, спрашиваю? Тема Петербург-Канна и Англия. Провести никуда не может. Ну, я не готовился, естественно. Но все-таки аспирантура почти закончила в Академии художеств. Вот, провожу экскурсию, потом провожу вторую. Платили тогда в частном бизнесе на порядок выше, на два порядка. В результате я начинаю водить экскурсии каждый день. И вот насчет публики. Публика бывает очень разная. Ну, я абсолютно убежден, что если перед нами не конченый пьяный жлоб, не какой-нибудь полудурок, не сумасшедший, если перед нами человек, одним словом, не являющийся материалом для медиков или для прокуроров, если перед нами просто дурак, или, что бывает чаще, человек, которому по какой-то причине не удалось развиться, это совершенно не безнадежно. То есть, такого стопроцентного непонимания у меня никогда не было. У меня в связи с этим был еще один случай. Как-то некая организация заказала автобус и попросила меня провести экскурсию в Новгород для детей-беспризорников. То есть, для настоящих беспризорников самостоятельного вокзала. Публика очень сложная. Я просто водил один раз для таких подростков экскурсию. Нет, это совсем беспризорник. Но мне, правда, пришлось включить режима, как бы встать с ними на одну волну, и через пять минут они как-то сразу прониклись. То есть, они поняли, что я не вот эта мадам, которая была с ними, а я им сказал, так, ты сюда, ты сюда, ты заткнись. И после этого они как-то сразу оп. А здесь была ситуация еще хуже. Я не знаю, возможно, это было отмывание денег, потому что вот им заказали экскурсию. Это была зима, экскурсия в Новгород. Они были грязные и прочее, прочее. В Новгороде им заказали обед в ресторане Садко. Я посмотрел на них, а там был сопровождающий. И сказал, ребята, вам спать хочется. Они сказали, да. Я говорю, не смущайте. Это был комфортабельный автобус. Они там просто заснули. Мне было страшно, жалко детей. Затем мы приехали в Новгород и накормили их обедом. Сотрудницы столовой всплакнули и в контейнеры им погрузили. После этого я показывал им храмы, и в Софии, например, они захотели поставить свечки. Ну, а на кого им еще рассчитывать? Затем по программе была прогулка, а все-таки зима, по храмам торговой страны. Они спросили, а есть ли теплое место какое-нибудь? Вот сказал, ну, конечно, мы поехали в ресторан Садко, где они пили чай в течение двух часов. Они просто сидели в тепле. На обратном пути они завалили меня интересными вопросами. Финал был очень печален. Вы представляете, заказчики, это какая-то гуманитарная организация, сказали привезти их к московскому вокзалу. И высадить. В общем, это трагедия. Нет, абсолютно безнадежных случаев я не знаю. Хорошо, как бы вы описали, ну, поскольку вы занимаетесь основным внутренним туризмом, да, то есть вы... Я уже давно не вожу экскурсии, я в основном преподаю. Ну, понятно, но все равно, но вы же наблюдаете, вы же мониторите ситуацию. Да, не только внутренне, и в других странах. Я имею в виду, что вы работаете с сансурскоязычной публикой, вот что я имею в виду. А, ну да, иногда, и санглоязычной публикой. Как бы вы сейчас описали вот индустрию туризма у нас в Петербурге, какие появились кардинальные отличия там с 90-ми, с 80-ми, в каком это состоянии, куда это, по вашему мнению, все идет и к чему оно должно прийти? Отлично. В 90-е годы уровень проведения экскурсии, уровень экскурсовода средний, в Петербурге повысился в несколько раз по сравнению с поздним совком. И потому ли, что были вынуждены люди пойти в эту профессию? Только поэтому. Андрей Григорьевич Федоров, автор блестящего учебника по истории 20-го века и по истории России и Европы, профессор из Академии художеств, его заслушались все. Он водил экскурсии. С другой стороны, он был счастлив, потому что в советское время он, например, не мог заработать и поехать в Афины. А сейчас он взял и поехал в Афину. Он не мог заработать и поехать на линию Салпа, за Лапенранту, даже тогда, царство небесное, но он съездил все-таки. Вот таких примеров очень много, не из тем числа. Эрмитажники в огромном количестве водили экскурсии, причем чинопочитание куда-то ушло. И покойный Знаменов, директор Петергофа, мог встретиться с директором турфирмы и обсуждать какие-то насущные вопросы. Туризмом пытался заниматься лично Петровский. Я знаю, что он встречался с директором турфирмы, конкретно с Доврановым, например. И это когда тот купил корабли, это было в 2000 году или в 99-м. Речь шла о туристическом потоке, то есть в начале особая кладовая Эрмитаж, потом особая кладовая Петергофа. Вот произошла истинная демократизация. Затем очень многие экскурсоводы из таких контор, как, например, ГЭТ, городское экскурсионное бюро, свои программы вынуждены были пересмотреть. Я прекрасно помню, 1984 год, веду я экскурсию по лицею. Появляется где-то в Ванзале группа с дамой, которая машет зонтиком, говорит, скорее, скорее, здесь не интересно, здесь не интересно. Когда мы подходим к минеральной коллекции, оставленной там Александром Первым, эта группа с шумом пробегает мимо, потом последний музыкальный класс. А вот здесь был такой композитор, ну, его немецкое имя, трудно. Ну, в общем, да, музыкой они занимались, они там пели тоже и здесь. Ну, вот главное, они пели по ночам у себя в дротуарах и дальше в спальню. ГЭП, городское экскурсионное бюро. Было бюро «Спутник». Да, я такое даже помню. Да, девочка из «Спутника» стоит на Марсовом поле. Я прохожу мимо, я в 10-м классе, она обращается по-русски к публике. И вот, посмотрите вокруг, здесь все старина. Боже мой, застрелиться. Вот, да. Это публика. На Марсовом поле, на котором Фомин оформил. Да, да, да. Вот именно. Ну, правда, по чертежам Леблона. Ну, понятно. Но, тем не менее, это неважно, какой Фомин, какой Парвен-то, зачем? На дворе 85-й год, в конце концов, здесь все старина. Девочек, кстати, ничего. Вот, это особый жанр. Я помню, сам был на экскурсии на Кавказе. Я был 16-летним тогда. Там был экскурсовод лет 20. Я не знаю, что она говорила, не очень. Я не мог оторваться от ее физических достоинств. Ну, вот как раз у нас тут был предыдущий мой коллега. Он говорил, что да, есть экскурсанты, особенно американцы, которым вот реально нужна просто красивая, симпатичная девочка, как сиделка. Да, да, да. И все, и все отлично. Нормально, так очень хорошо. Так нет, если красивая девочка, на нее посмотреть приятно. Еще в красивом месте, ничего плохого. А если она еще вдруг что-то скажет там про расстрелие, вообще прекрасно. Да, а если она скажет какую-нибудь глупость, тоже хорошо. А вот, какая очаровательная. Да. Ну, вот, турист, конечно, он поменялся, экскурсоводы поменялись. В 90-е годы, да, было очень много профессурок. Сейчас... Но в нулевые же, как бы, денег стало больше, поэтому все вернулось на круги своя. Я ушел преподавать. Да, вы ушли преподавать. В 2007 году я стал преподавать все больше и больше. Но я очень люблю водить экскурсии. Ну, это же какой-то энергообмен, это как бы, это практически же как выступление. Конечно. Кроме того, есть замечательные люди, которые иногда затеряны в толпе. Вот, скажем, тоже случай с практики. Лет пять назад попросил я в одном ларьке повесить объявление. Экскурсия Игорь Северянин в Петербурге. Это очень специфический. Да. Но когда едешь в Петербург, куда и не едешь, ты должен быть уверен, что в автобусе будет десять человек с пивом, пять человек с шавермой, что кто-то потеряется, что кто-то будет кричать «Ой, Ваня, где?» и прочее. И в таких экскурсиях, экскурсовод в первую очередь, воспитатель, скажем, подготовитель, а иногда средний. А вы тут про ананас и шампан. Да. А тут висит две недели объявление. И говорят, Тимофей Иванович, вот группа собралась. Пятнадцать человек. Прихожу. Любу дорого смотреть. Все знают Северянина. Все знают наизусть. Все знают его круг общения. Мы ездим по его адресам. Мы ездим на острова. Чудесно. Представляете, то же самое. Это более часто встречается. Набоковские места. Ну, на Набокова больше людей, конечно. На Бокову больше. Но все равно там публика. А то иногда, поедешь в Новгород, это раньше. Да, говорит, так интересно. А князь, он кто такой? Его президент назначал? На самом деле. Я говорю, президента еще не было. Да, не было. Такое есть, да, совершенно. Я помню вашу чудесную историю про Николая Мерликийского, когда вы. Да, на Вуламе, да. Ой, это ужасно. Рассказать. Ну, расскажите. Да, я всегда ее рассказываю. Прибываем мы, я еще расскажу. Прибываем мы к Вуламу. Замечательно. Чудесно. Слышу даму возмущается. Слава Богу, не из нашей группы. Подошел поближе. Она ругается с капитаном. Что это за безобразие? Мы давно готовились. Путевку выкупили за две недели. Заплатили деньги. А у вас тут волны. Куда жаловаться? В общем, народ тихо начинает веселиться. Капитан совершенно развозит руками. Ну, куда? Ну, туда? Я понимаю, что наверх. Куда наверх? Я тоже развожу руками. Ну, Николая Мерликийского. О! Хоть один знает, куда жаловаться. Давайте-ка телефон, какому Николаю. Публику уже не выдержало. Давайте расскажу еще о нем. Поездка в Пушкинские горы. Люблю эти поездки. Как правило, туда, может быть, не такие эстеты, как на Боково, но нормальные люди. Пол восьмого утра. Станция метро Московская. Публика собралась. Это было году в 2012, может, в 2014, я уже не помню. Публика собралась. И по списку отсутствуют две, как выяснилось потом, девицы. А, туристки, точно, там пол отмечен, жен. Почему отмечен пол? Жен, в скобочках. Потому что ли-си. И одна, и вторая. Попробуй догадайся. Здесь же пол отмечают. Я обращаюсь к публике. Вот, дамы и господа, вот список двух человек нет. Я проверил билеты. Двух человек нет. Вот ли-си. Сами понимаете, что они могли бы здесь завладиться. Как вы думаете, подождем, а уже без двадцати. Все-таки время ограничено. Длинная экскурсия. Ну да, да, да. Публика абсолютно вменяемая. Подождем. До без пятнадцати. До без десяти. Ждем до без десяти. Нет, ну что же делать? Отправляемся. Это магазин эстафета, наверное. Вы знаете, Московская площадь. Едем, не торопясь. Просил водителя, не торопясь. Водитель приятный. И у Макдональдса, у другого выхода из станции метро Московская, две совершенно потерянные девицы. Машут путевками. Публика вся закричала, показывая, лиси, лиси. Ну, сразу видно. Вот. Это еще не все. Остановился Пушкинский город. Пушкинский, более Пушкин. Пригласили. Едем. Все замечательно. На этом история не заканчивается. Партизанская слава. Район Луги. Останавливаемся. Как вы поняли, я не проверил у них путевки. Стоим. И тут другой автобус останавливается. Подходит. Даже скорее подбегает ко мне господин весьма почтенно. Из Пскова. Он тоже здесь будет экскурсия. Говорит. Тимофей, привет. Слушай, у тебя нет наших туристов? Нет. Говорю. У нас все мои. Да, говорит. Я тоже думал, у нас все мои. Но вот ко мне сели какие-то лиси. А у меня две Ким. А их и нет. Вот. А, говорю Андрей. Слушай, слушай, подожди. Я ж путевки не привел. Оказалось, Ким. А у него лиси. Мы, так сказать, поменялись. Ему объяснили, а они смеялись. Вот. Туристы совершенно не обратили внимания. Ну, потому что лиси ким. Так, поехали. Нормально. Обмен произошел. Понятно. Душевно. Да, это, конечно, очень приятно. Хорошо. Говорили они по-русски одинаково. Да? Таких случаев много. Так, ладно. Спасибо. Да, не за что. Но я все-таки оставлю внизу какие-то ваши координаты на всякий случай. Вдруг кто-то захочет воспользоваться вашими услугами замечательными. Я понимаю, что это, конечно, вопрос... Мне просто так много вопрос задают. Я теряюсь всегда. Это, знаете, из области, а что посмотреть в Петербурге? Нет, нет, это не вам вопрос. А на что здесь смотреться? Нет, нет, это не вам вопрос. Вопрос другой. Понятно, что там миллион маршрутов... Как из анекдота про САМ, а САМ есть САМ. Да, миллион тем. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то места, вот куда, сколько бы вы ни ездили, сколько бы вы ни рассказывали, но вот все равно каждый раз вам хочется привезти людей вот прямо вот именно в эти места. Вот что-то есть такое особенное? Ну, очень здорово. Я люблю Петроградскую сторону. Заповедник Мадерна. Да. Потому что там абсолютно цельно представлен стиль. Во всех своих... Ипостасях, да. Во всех этапах своего развития. Более того, там есть продолжение. Там есть Ордико, например. Да, да, Щучуко и остальные. А дальше дом Института экспериментальной медицины на Аптекарском острове, да. Потом Васильевский остров в непарадной части, вокруг Андреевского собора. Это истинный Петербург, но это не в большей степени, чем Коломну. Есть и собственный интерес, так сказать, биографический. Это район, скажем, от Путилова Вала, и даже нет. От Благодатного переулка, я буду говорить по-старому. Ой, извините, я вспомнил вопрос. Мы потом к нему вернемся про Вашу квартиру. Вы мне рассказывали, что у Вас какой-то предок построил квартиру свою. Да, я расскажу сейчас о Благодатного переулка, скажем, до Обводного канала. Да, там дом на углу Заставской и Забалканского. Дело в том, что мой прадедушка... Ну, Забалканский, Московский. Ну, да, да, конечно, я по привычке говорю. Вообще там названий было много. Буховский, Церскосильский, вот третий Забалканский. Да, он приехал в Петербург в 1879 году и стал работать на скароходе. Потом он был мастером. И вот здание, где был магазин рабочей одежды, вы, наверное, знаете даже этот магазин, угол Заставской и Московского. Вот это здание построено для себя рабочими скароходами. То есть не он сам строил, нет. Они строили цехом или двумя цехами. А вот как это происходило? Это очень просто. Они работают 10 часов у себя на заводе, а потом каждый день по 4 часа работают на стройке. То есть там есть квалифицированные рабочие, конечно, строители, но там же еще... Которых они нанимали, кстати. Да, естественно, они наняли артель. То есть, подожди, они выкупили участок, да? Выкупили участок, напротив. Они организовали кооператив, выкупили участок, наняли рабочих устроит. То есть через дорогу, причем им и фабрика немножко помогла, но всю мелкую работу, всю неквалифицированную работу. То есть им нужно на следующий день завести кирпичи, но для этого же образования никакого не надо. Причем интересно, что об этом обычае я прочитал в книжке 1948 года издания, еще в действии, называется «Эксплуатация рабочих районов Питера». Я так удивился, бабушка, спрашиваю, а мне было 10 лет, бабушка, неужели Казимя Шанджиевич, мой прадед Казимя Шанджиевич, он лак-дал, ну то есть латыш, но католик, на польское влияние, бесподресское, так много работала, она боялась. Она говорит, да, но я же говорю, так тяжело. Ну да, так приходилось. Вот, да, действительно, они 4 года так работали. А потом у них появилась своя пятикомнатная квартира. Если прикинуть, сегодняшний рабочий, скажем, после работы. А он был реально рабочий? Он был мастер. Он был мастер. Вначале рабочий, потом мастер. Мастеров же ненавидели, вот как нас учили в Советском Союзе, ненавидели мастеров, просто рабочих. Просто обожали. Просто обожали. Более того, они построили цехом этот дом. Бабушка, у меня фотография есть, рассказывала. Извините, перебью. А там, помимо мастеров, были просто рабочие, которые получили квартиры? Он был мастер, и был еще один мастер в доме. Там были два цеха, все, остальные рабочие. Рабочие, конечно. Вот. И через 4 года они въехали в свои квартиры. Сегодняшний рабочий, будет он работать по 4 года, квартира была 5 комнат. Детей было четверо, Альма Янна, это моя праборушка. Она не работала. Но когда четверо летит, там понятно, что уже работа есть, тех надо обшивать, и так далее. Да, что вы. Они уезжали всем скороходом в Финляндию. Тоже интересно. Все, все, все рабочие. Фабрика закрывалась. Она закрывалась 10 июля, и они возвращались из Финляндии к 1 августа. Ехали в санаторий белый цветок. Тоже есть фотографии. Причем, нанимали 3 вагона на поезде на финляндском вокзале. Естественно, это были общие вагоны, но опять же, все свои, со своими цификами. Это было гораздо дешевле. Оптом. И санаторий был в районе Борко на Финском заливе, и санаторий снимали тоже оптом. Была такая замечательная жизнь. Это вот те самые... Ну, может быть, я все-таки не могу сказать себе 5 копеек. Все-таки, наверное, отличалась от фабрики к фабрике. Просто на какой-то фабрике было более, на какой-то фабрике было менее, такие возможности. Я же занимался этим очень подробно. Рабочим вопросом? Конечно. Это же мне было очень интересно. Тем более, у меня есть фотографии. Мой праздник. Ну, а потом, естественно, их, извините, уплотнили, да? Нет, здесь все очень просто. Очень просто. Казимиш Анджеевич умер от щахотки в 17-м году, в августе. В августе 17-го года. Он тогда многие воюли с щахоткой. Получал он перед войной 45 рублей в месяц. Фунт курицы стоил полторы копейки. Жить было можно. Вот. А всю семью не уплотнили. Семья такая осталась там. И три брата, и моя бабушка. Потом, в 18-м году пришлось бежать от голода в Поволжье. Потом вернулись. А в 37-м году весь этот дом был расселен. Потому что там оказались латышские и литовские шпионы. А, ну, понятно. Да. В феврале месяце его расселили и поселили туда нужных людей. Причем бабушка вернулась с мамой. Маму тоже выселили. А на 31-го года. в 40-м году. Но вернули, но дали какой-то угол. Естественно, дом никому никому не дали. Да, это обычная история. Рабочих, тем более квалифицированных, страшно ненавидели. А ведь первая демонстрация антибольшевистская была рабочая демонстрация 27-го октября 17-го года. Это были рабочие семенщики, которые еще богаче жили. И большевики их пулеметами расстреляли. Так что вот Путиловский завод, но там были особые условия. Там, между прочим, нанимаясь на работу, рабочий подписывал согласие с физическими наказаниями. Да, то есть рабочий подписывал, что согласен с тем, что если он под шафа явится, под шафа не говорили, бухим, явится, под шафа ладно, а бухим, то его выпарят. на пустиловском заводе мастер получал 70-80 рублей. То есть казенный завод, тем более в условиях войны, нет, это, конечно, можно массу претензий и Николаю предъявить. Хороший человек, но совершенно не на своем месте. если честно, я называю его тюфиком. Да, не на месте, не на месте. Он же хотел заняться церковью, он предлагал себя в качестве патриарха церкви только в частной беседе, как пишет Морис Палеолог в письме, он слаб и всем удобен и его не отпустят. Вот, пожалуйста. Конечно, при Александре третьем такого бы не было. Ладно, хорошо, значит, огромное спасибо за интересный диалог. Вам спасибо. Масса всего выяснили. Я размещу внизу. В качестве совета экскурсовод при всех своих плюсах и минусах должен иметь одно свойство. Он должен быть общительным человеком и болтливость в данном случае не недостаток. Спасибо. Это правда. Это правда. Элоквенция, как я называю. Мастер элоквенции. Размещу координаты нашего уважаемого гостя. Ну, и мои ссылки там тоже будут. Соответственно, оставляйте комментарии, задавайте вопросы ваши. Увидимся в следующих выпусках. Пока. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok